Конечно, добрый день. Я сейчас... Там же, получается, все голосовые остаются. Можно... Нажимаете вверху чат, и голосовые. Там видно, кто голосовый. Так легко истать. Я сейчас вам их перешлю, те голосовые, быстренько. Это несложно, я меня найду. Но это действительно хороший препарат. Ну вот он, можно сказать, убивает все грибки, которые есть в организме. И мелкие паразиты. Полностью. Я не знаю, что у меня было, понимаете, после ангины фоллиполярной с огромной температурой, у меня мышцы на спине были просто как камень. Их невозможно было ничем не размашивать. Просто вот как кочечки на спине. Мышцы были, и позвоночник, все болело. Мне от нее массажа ничего не помолвало, просто мышцы как кость стали. Плюс болели колени, скрипели, как у бабушки. Слух пропал. Мне еще когда из лекарства выписали, это лекарства я почитала. Думаю, почечная недостаточность прочищает организм от всего. Думаю, странно. Причем здесь мои мышцы, кости, связки к этому препарату. Ну вот я пропила, и уши у меня хорошо слышат. Поэтому сейчас я вам голосовые скину. Потом позже я узнала, что этот препарат лечит от рака тоже. Ну потому что принцип один и тот же. Он полностью убивает все грибки, всякие вредоносные бактерии, все, что есть в организме. И плюс еще, если, допустим, человек загажен всякими ядами, токсинами, там из-за питания, из-за воздуха, из-за радиации, он все это, этот препарат все это выгоняет. Я сейчас скину название одного препарата, таблетки. В России, в Украине их найти сложно. Если у вас, ну кто вот, сообщение это Антон написал, если будет у вас возможность в другой стране эти таблетки купить. В Турции они продаются свободно. Вот видите, нас убивают, не продают те лекарства, которые нужны. А снова совсем не продают. И это лекарство, оно, знаете, его пьют даже с почечной недостаточностью. Полностью ощелачивает организм и убивает полностью грибок кандиду. Полностью очищает кровь. Ну вот можете представить, когда почечная недостаточность, там люди постоянно, каждый месяц ходят на диализм, потому что почки вообще не работают, и идет интоксикация организма. И, может быть, слышали, да, пьют от рака соду. Но это вообще ни о чем, это не дело. А вот эти таблетки, они на основе соды специальной, которая лечащая. Нужно пить 2-3 капсулы в день. Излечивает практически все заболевания. Ну, то есть полностью очищает. Даже можно для профилактики пить. Я просто откуда знаю об этих лекарствах. У меня как-то была очень сильная ангина, где-то лет 7 назад. И дала осложнение вообще на весь организм. И на уши, и на опорно-двигательный аппарат. То есть мышцы все, и спина. И мне выписали эти лекарства. Даже от этого помогают. То есть я сейчас абсолютно здоровая, все нормально, хорошо слышу, хорошо вижу. И вообще эти таблетки всем бы для профилактики пить. Еще раз повторяюсь, можете представить, с почечной недостаточной человек просто умирает. У него интоксикация организма полная. И эти таблетки полностью очищают. От токсинов, от ядов, вредных. Весь организм, всю кровь, лимфатическую систему, сосуды, все, что с этим связано. Вот такие бы таблетки людям найти. В России, в Украине только где их взять. Сейчас я скину. Таблетки, если ваш приятель вдруг, подождите, я прочитала, запомнила, или нет, кто он вам является. Если вы найдете такие таблетки, вернее капсулы, и будете пить их по инструкции, там зависимо от состояния организма, там или одна капсула, одна вечером, утром, либо три даже, бывает и по четыре пьют. Это гарантия, что они полностью его организм восстановят, очистят, и самое главное, убьют все грибки в организме, в особенности кандиды, потому что раковая опухоль, это не мутация клеток никаких, это просто поселение грибка кандиды, которое начинает есть органар. Пускает споры, это, говорят, метастазы, типа, пустила рак. Просто это грибок живет в организме, и все, и ест органы. В принципе, легко это понять, если видишь, картинки рассматриваешь, раковый больной, вот там легкий, или еще что-то, видно, что легкий, кто-то просто съел. Ну, то есть, плесень, это как яблоко, да, с одного пока плесень, утром встаешь, а уже все яблоко гнилое, так и организм. Вот эти вот таблетки, если ваш приятель двух найдет, я просто, ну, в большей доле вероятности, я уверена, что он выздоровит, даже третья стадия. Я сейчас скину название одного препарата, таблетки. В России, в Украине их найти сложно. Если у вас, ну, кто вот, сообщение это, Антон написал, если будет у вас возможность в другой стране эти таблетки купить, в Турции они продаются свободно. Ну, вот эти нас убивают, не продают те лекарства, которые нужны. А слово совсем не продают. И это лекарство, ну, его пьют даже с почечной недостаточностью. Полностью ощелачивает организм и убивает полностью грибок кандиду. Полностью очищает кровь. вот можете представить, когда почечная недостаточность, там люди постоянно, каждый месяц, ходят на диализм, потому что почки вообще не работают, и идет интоксикация организма. И, может быть, слышали, да, пьют от рака соду. Но это вообще ни о чем, это не дело. А вот эти таблетки, они на основе соды специальной, которая лечащая. Нужно пить 2-3 капсулы в день. излечивает практически все заболевания, ну, то есть полностью, даже можно для профилактики. Я просто оттуда знаю об этих лекарствах. У меня как-то была очень сильная ангина, где-то лет 7 назад, и дала осложнение вообще на весь организм. И на уши, и на опорно-двигательный аппарат, то есть мышцы все, и спина, и мне выписали эти лекарства. Даже от этого помогает. То есть я сейчас абсолютно здоровая, все нормально, хорошо слышу, хорошо вижу. И вообще, эти таблетки всем бы для профилактики пить. Еще раз повторяю, можете представить, сплошно-недостаточный, человек просто умирает, у него интоксикация организма полная. И эти таблетки полностью очищают от токсинов, от ядов, вредных. Весь организм, всю кровь, лимфатическую систему, сосуды, все, что с этим связано. Вот такие бы таблетки людям найти в России, в Украине, только где и взять. Сейчас я скину. Сейчас еще раз скину вот это лекарство, которое я посоветовала от раковой опухоли, потому что многие люди страдают, или родные умирают, близкие, либо сам человек страдает. И серьезно говорю, не верьте, можно найти кучу информацию, не верьте, что рак это мутация клеток. Их там нужно обязательно вырезать, либо облучать человека. Кстати, многие от облучения больше даже умирают. Это чисто грибок кандида, он может жить в любом месте, даже в глазах можно посмотреть, как вылетят глаза, если они заражены кандидой. Где угодно, и половые органы, и желудок, и легкие, где угодно. Просто это в течение обстоятельств поселяется грибница этой кандиды и начинает просто убивать клетки. Расстраняются метастазы, естественно, споры какие-то пускают. И это бесполезно вырезать. Там можно вырезать часть тела, часть тела, органа, где вот эта кандида. Бывает, вырезают, но пускают метастазы, потому что остается часть этих грибков. Нужно просто убить грибок на самом деле, и все, ничего там не нужно вырезать, и орган сам восстановится постепенно, постепенно. можно даже найти исследования, какие-то все нам врут, в общем. Потому что вот соду, например, чистую пить неизвестно, как оно подействует на организм, какие пропорции, вообще, что это за сода, сейчас сода какая-то, не такая даже, которая была в советское время, честное слово, сейчас все ненитурально. Ну вот, если эти таблетки найдете, может быть, закажете кому-то в Европе, в Турции, в других странах каких-то, в Казахстане, в России, в Беларуси, в Украине сто процентов нет. У меня вот эти таблетки просто вернули к жизни. У меня был такой, как называется, это уже спазм мышц спины, я просто уже не могла ходить. Позвоночник, у меня все скрипело, кости скрипели, коленки скрипели, пальцы скрипели. Поднимают они иммунитет. Что эти таблетки сделали с моим организмом, я не знаю. Но от рака, даже если от такой, от рака точно помогает, честное слово. Даже для профилактики, вот один раз в год всем пропивать такие таблетки. Действительно рак, дай Бог здоровья, и вам, и вашим близким, и знакомым. Рак, это реально, это не мутация клеток. Даже можно вот просто набрать, рак легких фотографий, как выглядит. Просто чисто грибок поражает клетки здоровые. Тот же самый принцип, что и яблоко. Вот кусочек яблока гнилой, он немножко, и все, утром встаете, а пол яблока уже сгнило. То есть это не мутация клеток яблока, а просто жрет грибок. То же самое в нашем организме. А кандида, она с детства, нас заражают этим. Кандида бывает очень сильно, прогрессирует при беременности у женщины бывает кандида во влагалище. Бывает кандида в глазах, в носу. Бывает, человек мучается просто в нос, постоянно не дышит, закладывает, а на самом деле у него там кандида живет. Уже обращаются, когда совсем уже плохо, потому что, допустим, если кандида в глазах живет, то там просто красные глаза и зрение садится. А когда уже прогрессирует, там вообще уже начинаются совсем проблемы. Вот. Такая ситуация. Ну и больше зелени. Зелень тоже ощелачивает. Хотя сейчас такая зелень. Я не думаю, что зелень поможет, потому что сейчас зелень нормально не найти. И когда человек уже заболел раком, мне кажется, уже поздно обращаться к каким-то правильным питаниям. Это уже все нужно конкретно чем-то убить эти бактерии, эти грибы. А почему человек заболевает? Да кто его знает, почему заболевает? Стрессы, иммунная система садится. Вот. Естественно, кто курит больше, вероятность хота не всегда тоже. Стрессы, плюс еще место жительства. Мы даже, я там в чате как-то говорила, даже бывает, человек не знает, что у него, где он живет, в том доме, где он живет. Какая-то стена радиоактивная, из щебня радиоактивного построили, например, ходит. И там начинает весь подъезд вымирать. Люди думают, ой, проклят, наш подъезд, наш дом. Так что, дай бог, вы выстроите. То есть, не вы, а ваши близкие. То же самое, рак кожи. То же самое, рак крови, лимфатическая система. Просто поражает грибок, смотря куда он прибьется. Рак кожи тоже, кандида. Нужно смазывать кожу противогрибковыми, какими-то мазами, препаратами. То же самое, пить вот такие лекарства.